Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Быстрый апдейт по ситуации на рынке. Что мы здесь видим? Происходит отскок, точно как мы с вами, как говорится, и ожидали. Правда, мы, говоря по чесноку, мы ожидали его с вами и здесь, и здесь. Но, как мы знаем, чем больше мы чего-то ждем, тем вероятнее оно произойдет, особенно когда мы уже разуверимся в этом. Вот мы разуверились, поверили в медвежку, и он произошел. Короче, технический отскок, пробитие наклонки, при этом возврат к вот этой поддержке предыдущей и ретест ее сейчас как сопротивление. Что нам нужно здесь видеть? Естественно, закрепление на сетке MA Ribbon и поход выше. Я все еще жду мои цели личные. Дисклеймер, не финансовый совет. Это вот этот уровень сопротивления, примерно 44 тысячи, да? Вот этот уровень сопротивления 47500. И вот этот уровень сопротивления 51300. Но на самом деле я даже на 52 жду куда-то. И, собственно, что я там делаю? Я там плавно разгружаюсь, ребята. Обратите внимание, 12-часовой таймфрейм у нас только-только начинается зеленый money flow. То есть здесь все попахивает продолжением разворотного тренда. То есть мы сейчас, грубо говоря, вот в этой точке с вами где-то. Вот в этой точке. Точнее говоря, вот в этой точке. Ну, вы поняли, в разворотной точке. И пробиваем сейчас предыдущее сопротивление. И сетка MA Ribbon для подтверждения этого сценария должна перевернуться в бычью сторону. Пока она только-только начинает заворачиваться. Так что, в принципе, есть нам еще куда отрасти, что не может не радовать. В связи с чем хочу вам показать свою позицию на Femex, которую я открывал вот буквально публично в своих видео, в своих лайвстримах. И вы все это видели. Вот у меня средняя цена входа. Получилось 36500. Это при том, что я усреднял. Я закрывал часть, докидывал, поэтому сместилось выше. Она изначально была где-то 35. И вот мои тейки. То есть, смотрите, я уже частично забрал профит. Частично забрал профит. И жду, все же жду, что цена пойдет вот куда-то туда. То есть, тейки у меня постепенные. Постепенные тейки. Тейки по небольшому проценту от позиций. То есть, вот у меня, если отработают все вот эти тейки, даже на 54 мы сходим, то у меня закроется всего раз, два, три, четыре, 11 тысяч контрактов из 32. То есть, меньше половины позиций закроется. Изначально позиция была на 50 тысяч контрактов. Я уже ее частично разгрузил. Вот. Собственно, на бирже Femex офигительно удобно торговать как криптой, инверсной, так и линейной. Вот у меня тут биткоин кэш еще лонг небольшой набран. Биткоин кэш тоже вот у меня есть два небольших тейка. По 345 и по 380. Предыдущие несколько тейков уже отработали. То есть, это такой скальперский трейд. То есть, вы поймите, все, что вот я здесь вам говорю, это не имеет ничего общего с ходл позицией. То есть, трейдить мы можем с вами трейдить. Закрываться близкими тейками. Вот здесь зашли, здесь вышли. Потом опять перезашли, там, да, там, здесь, здесь вышли. Это трейдинг. А ходл позиция – это другое. В ходл тупо я набираю, держу, я даже не смотрю, я даже не знаю, сколько у меня там. Это, ну, как бы на долгие годы инвестиция. Здесь мы говорим сейчас про трейдинг исключительно. С точки зрения инвестиций биткоин всегда выгодно покупать. Так как бы в любой момент времени, через 4 года вы это максимум ощущаете уже. Так что вот, ребят, биржа Femix – одна из тех, на которых я торгую. Ссылка на нее в описании. Если вы там не зарегистрированы, еще обязательно это сделайте. Там очень много всяких конкурсов, бонусов проводится и прочей полезной фигни. Можно выигрывать торговые бонусы прямо на свой счет из их телеграм-чата. Вот такой вот у меня план разгрузки примерно по биткоину. Ну, что по Dash-ику спросите вы, да? Многие, кто меня смотрит, кого я засадил, как говорится, в Dash. Хотя я никого не засаживал, конечно, но это забавно, что люди до сих пор так считают, что их кто-то может куда-то засадить. Dash к биткоину показывает нам все то же самое, что я обычно вам и говорю. Я даже ничего не пририсовываю. Dash к биткоину смотрят на X10 в рамках вот этого канала. Да-да, именно на X10, вы не ослышались, это 1000% к биткоину. То есть, грубо говоря, сейчас вы покупаете 1 биткоин Dash, забираете потом 10 биткоинов. Ну, или забираете 5 биткоинов и половину оставляете в Dash. 10x к биткоину я жду по Dash, это консервативная цель. Это для меня даже не цель, это первое сопротивление к следующим целям. Следующие цели, да, где-то на 30x примерно. Вот и все. Я не знаю, нужно ли это повторять. Желтая точка, money flow. К доллару, соответственно, Dash в таком случае пойдет, ну, я думаю, он пойдет 1000 на 3, на 5, на 8. Вот куда-то туда, вот, куда-то сюда, может даже на 12. Но это произойдет хрен знает когда, как было с догами. То есть, пока он валяется, его надо подбирать. Ближайшее локальное сопротивление у Dash, ну, в принципе, это 480 баксов, если по чесноку. Все вот эти вот микросопротивления, где сейчас все смотрят, ставят тейки, 200 долларов там, 280, это все вообще туфта, это даже не сопротивление. Потому что посмотрите, как он пампится. Когда его начинают пампить, он рисует просто вот такие вот свечи. Ну, как бы это мое мнение, дисклеймер, не финансовый совет. Если я окажусь неправ, то извиняйте. Но в логарифмическом канале мы видим с вами, что Dash находится в его низу. И до верха нам еще как до луны, в прямом смысле слова. Вот, поэтому, ребят, я все еще придерживаюсь своей стратегии. Я держу те монетки, которые вот здесь внизу. Доджкоин, который уже выстрелил на 100xов, после этого я не держу. Сейчас стараюсь и не собираюсь. Вот, вы, если хотите, покупайте, что хотите. Из более-менее новых альтов, я думаю, что полка DOT выглядит нормально. Он, по крайней мере, не на хаях локальных, как многие сейчас, а на поддержке локальной. Так что DOT, возможно, и неплохая сейчас цена. Эфириум классик тоже я подбираю. Лайткоин, понятно, из старых лошадок, тоже на all-time low к биткоину. Это по-любому. Тоже несколько x of Bitcoin у нас ждет. Опять же, к доллару лайткоин тоже на дне логарифмического канала. Тоже там цели, ну, примерно там 2-3 тысячи долларов. Ну, не такие крутые цели, как по Dash, но тем не менее. Вот. А луну, ману, я ничего не... Я говорю вам, ребят, я вот это брать не буду. Окей, может быть, сейчас луна отобьется от поддержки AMA Ribbon и улетит на 150. Может быть, может быть. Мана, может быть, сейчас тоже отобьется от поддержки AMA Ribbon и улетит на 12 долларов. Может быть, может быть. Но в целом она уже наверху логарифмического канала была. И как бы вот как и здесь. Поэтому возможно, что мы сейчас где-то здесь. И я не хочу сидеть в лонге, пока будет вот так. Поэтому моя стратегия такая. Покупаю, терпеливо жду. Жду x of. Напишите в комментарии, какая ваша стратегия. И что вы в целом думаете по рынку вообще. Бычу он, медвежий или как. Вот с эфиром классиком немного неоднозначная ситуация. Потому что он уже хорошенько помпанул у нас вот здесь с вами. Но в целом я почему-то жду, что это будет продолжение еще. Потому что эфир классик несправедливо дешево стоит по сравнению с обычным эфиром, который является его форком. И эфир классик к эфиру рисует в принципе заходную W. Так что здесь есть потенциал. Ravencoin, кстати, давно не смотрели. Тоже. Ravencoin был halving. Слушайте, нисходящий треугольник – это, конечно, медвежий паттерн. Он может пробиться и вниз к биткоину, но потом полететь наверх. Я думаю, вот так вот. То есть по Ravencoin мы сейчас в канале накопления. И даже если будет ложный закол вниз, я буду рассматривать покупки. Потому что Raven к доллару, посмотрите-ка. Может еще, конечно, дампануть. Но вот на дневке у нас желтая точка. Прямо здесь. Последняя желтая точка была вот здесь. Мы сходили чуть-чуть ниже и потом запампились. Поэтому, Raven, я в целом жду какое-то вот такое движение. И без логарифма это может выглядеть даже вот так вот. Ну, дисклеймер, конечно же, не финансовый совет. Это просто мои хотелки и мои рисовалки, ребят. Но если вам нравятся такие хотелки и рисовалки, ставьте лайк, подписывайтесь обязательно на канал. И пишите комментарий. А так, что еще скажешь-то? Все, на самом деле, мы сейчас будем видеть медвежьи ловушки в самом разгаре. Потому что люди будут закрывать свои лонги, фиксироваться. И дальше их будут ловить на FOMO и снова-снова заряжать в лонгину уже выше. Понимаете как? Вот я по дэшу рисовал такую примерно историю. Но он пока по ней не сходил. Я все еще жду по дэшу, может быть, закол вниз куда-нибудь обратно в район сотки. Но не обязательно он будет. Мы можем и выше сходить вот так. Вот у меня расставлены лимитки по дэшу. К доллару тоже спекулятивный, фьючерсный. Еще раз говорю, это не ходал позиция. Все говорят, вот, гринни, ты же ждешь дэш по 1200, по 12 тысяч. Жда, жду. Но это не мешает мне спекулятивно пятую часть позы на фьючерсах разгрузить и на 129. Это не ходал позиция. Да, тут, понимаете, большая часть позы будет здесь стоять и до 1000 долларов. То есть, ну это надо понимать, что вот если я поставлю закрыть всю позу по 1000 долларов, то я заработаю 227 тысяч долларов. Но я же понимаю, что он может туда сейчас не дойти. А зачем мне это делать? Я могу частично разгрузиться и потом частично снова догрузиться. Понимаете, как это работает? Это очень удобно, ребят. То же самое по биткоину. Держу здесь лонг. По риплу тоже стоят какие-то вот два минимальных тейка на 44 и 47 500. На 44 800 и 47 500. Так, чтобы хоть что-то отрабатывало. По риплу вообще, по-моему, тейков не ставил еще. Взял его по 0.6. И пока мне все нравится. По риплу тейки поставлю походу по 0.75, по 0.8. Вот, собственно, как ставить тейки? В инверсной марже очень просто. Вы можете ставить встречную заявку, допустим, 0.77. Продать там, я не знаю, сколько у меня рипл. 500 контрактов в рипл. Сел. Все, вот он. Встречная заявка. Это уже тейк частичный. Но если вы в USDT марже, то там встречная заявка откроет встречный шорт. Поэтому там лучше нажимать вот сюда кнопочку «Лимит». Закрыть по лимиту на часть позиции. Если вы хотите не на всю позицию закрывать, а на часть, меньше контрактов продаете и все. Ставите там, я не знаю, 0.86. Confirm. Все, вот он. Вот второй ордер на разгрузку. Можете вот так как драгон дропать. И, конечно же, совсем чуть не забыл сказать, на нашем втором канале, CryptoCommons 2.0, вышла полная версия интервью Майкла Сейлора с Джеком Дорси. 55 минут, ребята. Спасибо нашим переводчикам. Они просто огонь вообще, что вытворяют для нас. И, кстати, канал одного из наших переводчиков называется BlaBlaCrypto. BlaBlaCrypto. Ссылку на стриме давал. Можете подписаться. Ну, короче, вот. Это крышесноснейшая лекция вообще по фундаменталу биткоина и по его масс-адопшену. Обязательно посмотрите. Сейчас у вас появится сверху ссылка. И продолжаем. В целом наблюдается спуфинг с потенциалом пампа цены. Вот на Poloniex на малоликвидной бирже в стакане кто-то постоянно ставит вот 1000 XMR и двигает цену выше. Это хорошо. Я помню такой спуфинг в 2016 году, когда сезон только зарождался. Про Poloniex, кстати, была муля, что они типа сейчас заблочили половину монет, не дают вывести. Но вот BSV у них вообще уже давно заблочен. Все они дают вывести. Вот Bitcoin Cash у них заблочен. Я поддался тоже на эту провокацию. Вчера попробовал, перевел в USDT, TRC20 и вывел. Все прекрасно, за минуту прилетело. Так что все у них нормально, не парьтесь. Все там переживают, что скоро скаманет. Пока вроде не скамится. Но, опять же, ребят, любая биржа может скамануть. И Binance ваш любимый может скамануть. И Bybit. Любая биржа абсолютно. Может взять и скамануть. Поэтому на свой страх и риск не держите все яйца в одной корзине. Я так скажу. Вот. Торгую здесь AltykBitQ. Сейчас пока в небольшом просадке, а не потому, что... Давайте глянем на доминацию BTC. Потому что, да, доминация BTC. Вот у нас рисуют неплохие объемы на отскок. Смотрите-ка, ну это TradingView, видимо, глючит, пересчитывает. Тем не менее, сейчас, походу, будет хороший отскок доминации BTC. Либо не будет, либо будет закол сразу вниз. Поэтому, смотрите, сейчас AltykBitQ дело такое. Они могут... Они еще обязательно вырастут, те, которые перепроданы. Но перед этим могут финально задампиться, если мы увидим вот такой памп доминации BTC. Но если мы увидим сейчас сразу дамп, то AltykBitQ пойдут еще лучше. Поэтому сейчас, не знаю, на мой взгляд, к доллару даже более безопасно их торговать, если в лонг. Потому что вот эти желтые точки обязательно отыграют. То есть мы увидим отскок доминации по биткоину. Ну, разве что, если вы хотите в шорт их играть. А в шорт, опять же, ну не Litecoin же с дашем сейчас шортить уже на пятом дне. Это уже тогда надо смотреть всякую Луну, Солану, там, Аваксы. Все вот то, что очень хорошо выросло. Но это совсем другая история, ребят. Даже BNB к биткоину в целом смотрит в шорт. Потому что, ну, посмотрите, еще вот этот импульс весь еще не корректировался. Вот этот весь импульс по BNB к биткоину не корректировался ни разу. Понимаете? Даже если вы вот FIBA натянете, то вот у вас уровни по BNB к биткоину. То есть он сейчас на 0.23. Он как минимум на 0.38 сходит, на 0.5, а то и на 0.61.8. Если вот где и рассматривать спекулятивный отскок, так это на 0.61.8 по Fibonacci. А это, извините меня, 526 тысяч сатоши, а не миллион сатоши, как он сейчас стоит. Вот и все. И если вам непонятно к биткоину, вы можете к доллару сделать то же самое. Натянуть FIBA плюс-минус от начала импульса и до вершины. И увидеть, что BNB опускался в золотой карман вот здесь, в принципе. И сейчас отбился от 0.5 уровня. К доллару, кстати, BNB выглядит получше. Смотрите, он уже был в золотом кармане и 0.5 уровень. И он, в принципе, может на самом деле к доллару сейчас начать расти. Я не знаю, перепишет ли он вершину или нет, потому что вот здесь он не переписал вершину тогда, когда биткоин ее переписал. Но он может начать порасти. Но суть в чем? Почему альты к биткоину надо смотреть-то? Потому что биткоин в этот момент будет расти гораздо лучше, скорее всего. И BNB к биткоину мы увидим дамп. Это мое мнение. Абсолютно дисклеймер, не финансовый совет. Посмотрим, как будет. Вот такая вот аналитика. Точно такая же, как по Dash к эфиру я вам рисовал Pump. На эти же коррекционные, вот 0.61.8. То есть на полэфира. Один Dash на полэфира вполне себе смотрит сходить в каком-то обозревом будущем. Вот и все. А сейчас он стоит 0.0.35 эфира. Все, друзья мои, хватит инсайдов, я думаю, на сегодня. Спасибо, что смотрите. Пишите, что думаете. Всем профитролей. И до следующей встречи. Пока-пока. Пишите, что думаете. Субтитры сделал DimaTorzok